АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Всем здравствуйте! Спасибо, что я сегодня с вами здесь. Я актёр, но сегодня мы будем говорить о совершенно других вещах. Времени мало, поэтому я начну сразу. А начнём с краткого, исторического, субъективного экскурса моей жизни. 89-й год. На рынок выходит геймбой. Достаточно быстро он оказывается в моих руках. Я провожу несметное количество ночей за игрой вот в эту игру. Марио. Видите, маленький, квадратненький человечек бегает по таким же странным, квадратненьким, монохромным мирам. 97-й год. Я уже живу в Москве. Мы все получили фантастическое явление интернет. Правда, работает он 14,4 килобит в секунду. Но я уже в роли мага путешествую по некому миру, который называется Ultimo Online. Первая, по-моему, истинно успешная многопользовательская игра в интернете, в которой у тебя была возможность, сидя здесь в Москве, пообщаться со старушкой из Австралии, которая умела пользоваться компьютером и писала тебе в этой игре какие-то месседжи. Да, мы все боролись с монстрами, мы все знакомились, и некоторые люди даже женились в этой игре. 97-й год. 8 лет прошло с Марио. Графика чуть-чуть поменялась. 2003-й год. Выходит лично для меня знаковый проект, называется Project Entropia. Это тоже многопользовательская игра. Единственное, что в ней было дико интересно, в том, что внутри игровые деньги могли переводиться тебе на счет и становились настоящими деньгами. А твои деньги могли переводиться внутри игры. Это была самая интересная фишка. На ней, в принципе, они остановились. Поэтому игра не имела никакого успеха. Но сам механизм и то, что он появился впервые, для мира виртуальной реальности был нечто чем-то новым. Ну, плюс, вы видите, графика уже более-менее приемлемая. 2004-й год. Случается фантастическая. Выходит игра World of Warcraft. На сегодняшний день в нее играют 5 миллионов человек. Вы видите тотальную разницу в графике со всем, что было. Она до сих пор работает. У нее бесконечное количество обновлений. Число ее игроков до сих пор растет. 15 лет прошло от маленького квадратика в моем геймбое вот до 5 миллионов человек, которые живут в этой реальности мира Варкрафта. 2013-й год. Выходит... Нет у меня картинки, но вы все знаете. Выходит Oculus Rift. Первый большой скачок в сторону виртуальной реальности. Мы визуально имеем возможность в нее попасть. Видеть, смотреть вокруг. По-моему, исходя из всех названных фактов, а их очень мало, мы как человечество, как одна большая общность стремимся создать виртуальную реальность. Все этим сейчас занимаются. У нас есть искусственный интеллект. Наша графика опережает все, что только можно. Мы хотим создать виртуальную реальность. Самый приближенный к ней пример — это современные многопользовательские игры. Да, они не настолько популярны, как все на свете. Вот я выписал себе для сравнения. Ежегодно в интернете 600 миллионов уникальных пользователей играет в шахматы. Ну, понятно, Варкрафт тут как бы не тянет. Но это шахматы. Развиваются очки виртуальной реальности, развивается дополненная реальность. Люди пытаются создать параллельную своей жизни реальность, которая будет соответствовать их каждодневному пребыванию в ней. Более того, она не только будет соответствовать, она в каких-то моментах может ее превосходить. Я думаю, что до момента, когда мы получим первый настоящий образец виртуальной реальности, который будет аналогично нашей с вами жизни, пройдет от силы лет 20-25. И более того, образец мы получим не один, а мы получим их несколько, от разных производителей, с разной визуальной эстетикой и с разными поведенческими сценариями, по которым ты как герой можешь путешествовать. В такой реальности мы будем иметь возможность общаться как с живыми людьми, которые на данный момент находятся не с тобой рядом, так и с неживыми компьютерными моделями, которые на сегодняшний день называются NPC. Все, кто играет в игры, знают, что это такое. Это персонаж, которым управляет компьютер. Я думаю, что за 20-25 лет искусственный интеллект научится считывать паттерны человеческого поведения. Внешность он уже считывает. Мы все с утра до вечера загружаем нашу информацию в соцсети. Поэтому, в принципе, если мне, например, некогда с Васей поиграть, я бы, думаю, что через 25 лет могу ему предоставить свой собственный автоответчик. Такой же парень, кудрявый, который знает все мои жесты, у которого мой голос, который знает, что я люблю красивые красные пончики, например. Встает вопрос, зачем? Зачем мы, как человеческий вид, стремимся создать точно такую же жизнь, в которой мы сейчас с Вами живем? Да, наверное, мы сможем в ней летать. Мы сможем делать много разных вещей. В чем секрет? Какой опыт мы ищем? И что мы хотим от нее получить? На сегодняшний день очень сложно отвечать на эти вопросы. Но, мне кажется, анализируя многопользовательские игры, мы можем, по крайней мере, предугадать какие-то маленькие нюансы, которые в этом новом мире будут существовать. Во-первых, что для меня уже неоспоримый факт, ни одна из этих существующих в будущем реальности не даст человеку абсолютного полного изобилия и полной свободы. Потому что это коммерчески невыгодно. В любой компьютерной игре для игрока создается специальный путь препятствий, который он должен преодолеть, специальное наличие каких-то там целей, чтобы он получал удовлетворение от этой игры. Игра, в которой нет цели, в которой нет препятствий, невероятно быстро теряет свою популярность. В любой игре на сегодняшний день, если у тебя нет времени, но ты все же хочешь испытать все прелести, ты можешь прибегнуть к легкой хитрости. И, например, у студии ее создавшей, ну просто купить некоторое количество апгрейдов. Тут уже возникает какая-то очень прочная связка между реальной жизнью и жизнью в онлайне. Скорее всего, я думаю, что можно будет платить за какие-то определенные вещи, чтобы не тратить на это ни свое время, ни силы. И, следовательно, у каждого такого мира будет своя финансовая модель. Они будут разные. Кто-то будет продавать контент, кто-то будет открывать, может быть, дополнительные территории или еще что-то. Дальше есть один очень интересный факт. Все эти миры так или иначе будут созданы производителями, которые являются коммерческими структурами. А главная цель коммерческой структуры – это получение прибыли, дабы оправдаться перед своими инвесторами и иметь возможность дальше развиваться. Соответственно, все это во главе всего процесса будет стоять извлечение прибыли. Правила этого мира формирует производитель. Ни у одной игры на свете нет ни правил, ни механизма, которые им добавляют игроки. Это тотальный сверхвластный режим. О демократии тут даже речи не может быть. Вы живете так, как мы эту игру создали. Если вы не хотите, отказывайтесь от этой коммерческой услуги, идите к Васе. Есть еще одна интересная область, которая обязательно появится. В любой игре есть читеры. Это люди, которые знают тайные коды, которые им дают дополнительное оружие, дополнительные деньги. Я думаю, что любые виртуальные миры, в которые человек может попасть, могут быть также прочитаны другими людьми, также переделаны, также перенесены с одного сервера компании на другой, на частный сервер. Там код этой игры может быть немного переписан под то, что люди на самом деле хотят. Дальше люди могут свободно заходить на этот сервер и уже играть в ту игру, которая им хочется. Все эти лайфхаки будут обязательно присутствовать. И, к сожалению, в играх, не знаю, как это будет в случае с виртуальной реальностью, но думаю, что очень похоже, есть такой фактор, как только ты начинаешь читить, как только ты получаешь все машины, все деньги, все, что ты мог получить, игра, в принципе, перестает тебя интересовать. Если эта игра будет очень похожа на свою жизнь, на нашу сегодняшнюю, сложно представить, как поменяется человек. И вот тут мы подходим к вопросу, который меня лично очень волнует. Что есть в виртуальной реальности, чего нет у нас сегодня? Даже не что там есть, а что там отсутствует. В виртуальной реальности мы теряем или освобождаемся от одного практически самого фундаментального свойства человека, от инстинкта выживания. У нас нету страха смерти в этом пространстве. Максимум, что с тобой может произойти, ты увидишь пресловутую табличку Game Over. Дальше respawn, и ты появляешься в новом месте. Хорошо, ты потерял какие-то заслуги в этой игре, но ты не можешь умереть. И человек получает возможность находиться в абсолютном аналоге собственной жизни без возможности погибнуть. Это многое меняет. Мы можем не чувствовать боль. У наших поступков в этом мире нет объективных последствий. Их в принципе нет в материальном мире как таковых. Мы можем не считаться с общественным осуждением, мы можем об этом вообще не думать. Мы можем уйти в private session и делать там все, что мы хотим. Это никто не будет видеть. Мы будем жить в таком же мире, в котором полно людей. Но тебя никто не будет осуждать. То есть мы освобождаемся от любых моральных ограничителей и от любых физических законов. Хотите летать, летайте. Хотите убивать, делайте так, чтобы это никому не мешало в отдельной приватной сессии. Тоже, наверное, любопытное занятие. Никому не советую. Как такая среда, в которую человек может попадать и достаточно долгое время пребывать, повлияет на нас? Как изменится наше отношение к себе, к нашему миру, после того, как мы очень долгое время будем находиться в состоянии отсутствия страха смерти? Вот это то, что меня очень интересует. И сейчас хочу вам сказать следующее. Вы понимаете, что вы можете попасть в такой мир, в котором страх смерти отсутствует в любой момент вашей жизни. Вам это доступно сегодня вечером в вашей же кровати. Вы в среднем в этом состоянии проводите одну треть своей жизни. Каждый день люди, которые спят более 5-4 часов, видят сны. Вам кажется, что это не так, вы просто чаще всего их не помните. Есть такая особенность. Мозг очень быстро стирает сны. Вот о чем бы я хотел поговорить дальше. Каждый из вас, все здесь присутствующие, уже давным-давно, за всю историю человечества, каждый день имели возможность попасть в такую реальность. Сны бывают разные. Есть специальный вид снов, называется осознанные сновидения. Это не бред сумасшедшего. Это научно доказанное явление. Я обратился к Вике, чтобы понять, какое оно дает определение. Осознанное сновидение. Измененное состояние сознания, при котором человек осознает, что видит сон, и может в той или иной мере управлять его содержанием. Это некое пограничное состояние между фазой быстрого сна и бодрствованием. Вы, находясь во сне, понимаете, что это сон. Вы не просыпаетесь. Вы остаетесь в этой безумной матрице. Более того, это тоже уже документально зафиксировано, вы получаете огромную власть над окружающим вас миром. Вы можете менять цвета. Вы можете переносить себя из одного места в другое. Все это стало научным благодаря вот этому человеку, Стивен Лабердж. В 1977 году он начал изучать осознанные сны. До сих пор этим занимается. Написал огромное количество трудов. Если вам интересно, что это такое и как попасть в эту виртуальную реальность уже сегодня, начните с изучения его книги. Называется «Исследование мира осознанных сновидений». Чем же состояние осознанного сна отличается от виртуальной реальности? Во-первых, это сугубо ваша виртуальная реальность. Ее никто не может ни посмотреть, ни украсть, ни залезть. Только ваше. Все правила этой реальности создаете только вы у себя в голове во время сна. А графика в этом виртуальном мире, я думаю, будет непревзойденной еще лет сто. Потому что она абсолютно соответствует тому, как мы сегодня воспринимаем нашу жизнь. Это вы просто в другой жизни. Еще одна особенность осознанных снов и снов вообще, они чаще, они очень часто превосходят нашу человеческую фантазию. Если виртуальную реальность мы будем создавать из того, что мы знаем, во сне мы очень часто видим вещи, которых мы не знаем. Есть такой пример цвета, когда люди во сне видят цвет. Но этого цвета в нашей жизни нет как явления, поэтому они не могут объяснить, что они видели. То есть, да, это был такой цвет, но он называется учкудук. У нас нет вокабуляра на огромное количество явлений, которые мы видим во сне. Еще одним доказательством того, что мир сна гораздо шире, чем наша фантазия, это некоторые научные открытия, которые люди взяли из сна. Таблица Менделеева. Я вот некоторые выписал. Менделеев и таблица Менделеева. Элиас Хоу увидел, как должна выглядеть конструкция иглы в швейной машине. Научный метод Рене Декарта, им самим написано в дневнике, придуман во сне. Структура бензола. И теперь главная особенность осознанных сновидений. Вы также абсолютно избавляетесь от страха смерти. У вас нет никакой опасности, кроме вашего эмоционального отношения к происходящему. В любой момент вы просто просыпаетесь. Просто просыпаетесь, ничего с вами не происходит. Вы точно так же, как в виртуальной реальности, лишены каких-либо последствий своих поступков. В снах есть хронологические события, но это надо уметь делать, чтобы каждый свой новый сон продолжался с той же точки. Да, осознанные сновидения это не виртуальная реальность, где ты можешь сесть и по нажатию кнопки достаточно длительное время пребывать в очень нарядном классном режиме жизни. Для того, чтобы этим заниматься, тебе требуется упражнение, режим сна, определенное количество информации, хитрости, уловки. Ты должен в себе развить привычку, помнить сны, их записывать, и главное, тебе нужно время. Да, это очень обстоятельная вещь, но это дает тебе огромные возможности. Это реальность, в которую ты можешь попадать каждый день и каждый день выносить оттуда абсолютно уникальный опыт, который в жизни ты просто в принципе получить не можешь. А главное, что эта способность всегда с человеком, она всегда была с ним и всегда есть с ним. И чаще всего, как ни странно, проявляется у людей в детстве. Случайные, осознанные сны у людей случаются в детстве. У меня тоже, например, первые сны такие у меня происходили в детстве. А к занавесу я бы хотел сказать, что в механизме человеческого сновидения есть одна интересная деталь. наш мозг или наш разум или кто-то посторонний молниеносно удаляет эти сны из нашей памяти. С вами, наверное, такое случалось. Вы просыпаетесь, вы помните свой сон, и как только вас кто-то отвлечет на что-то, он исчезает молниеносно. И любые ваши усилия, потому что, чтобы его вспомнить, они абсолютно бессмысленны. Там последние лет пять-десять люди, я прочитал какое-то огромное количество литературы на этот счет, что мозг не понимает разницы между реальностью и фантазией, что то, о чем мы в голове думаем, все равно отражается у нас в качестве неких там соединений и прочее. Мне кажется, что вот эта забывчивость в снах, это некий такой природный фильтр для людей, чтобы тот опыт, который они в этом сне получают, не приходил в его реальную жизнь. И вот, исходя из того, что природа нас так создала, я не уверен, что отсутствие страха смерти вот в этих двух пространствах, это такой уж и полезный опыт для человека. Но решать не нам, а решать прогресс. В завершении своего разговора хотел бы показать вам свою самую любимую цитату, которая, в принципе, меня навела на все эти мысли. Если человек был во сне в раю и получил в доказательство своего пребывания там цветок, а проснувшись сжимает этот цветок в руке, вот что тогда? Вот на этот вопрос я предлагаю нам задуматься уже сегодня, а не через 20 или 25 лет, когда эти цветы мы можем оттуда выносить каждый день. У нас сегодня уже есть возможность этим заняться. Давайте видеть сны, давайте быть осознанными и давайте готовиться к новой реальности. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok